Картины Елены Черкасовой удивляют своей почти детской наивностью и в то же время невероятной глубиной изображенных сюжетов. Открытие ее художественной выставки «Небесные граждане» состоялось 8 декабря в Музее народного творчества Дворца культуры «Губернаторский». Организаторами выставки стали Симбирская епархия, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области и областной центр народной культуры. Несколько лет я наблюдала за творчеством Елены в интернете. Потом мы с ней списывались и постепенно пришли к такому мнению, что можно сделать выставку в нашем музее. И получилось, что это в дни, рождественских чтений, филиппового поста или рождественского поста. Открытие художественной выставки предварила литературно-музыкальная композиция «Милость сердечная». Гостей выставки приветствовал митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин. Владыка отметил, что хорошо знает Елену Черкасову и давно знаком с ее удивительным творчеством. Я знакома хорошо с ней. Мы общались, когда я был в Москве. Мы делали ее выставку в Саратове. И я действительно считаю, что это один из замечательных наших современных художников. Мне кажется, это лучшая, наверное, иллюстрация к таким вот евангельским и библейским сюжетам, которые именно иллюстрации, не иконы. Я очень рад, что в Ульяновске сегодня открыта эта выставка. Хотелось бы надеяться, что поедут люди, которым это будет интересно. Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова выразила надежду, что в дни проведения новогодних и рождественских концертов в Дворце Губернаторский как можно больше семей с детьми смогут посетить эту выставку и вдохновиться работами Елены Черкасовой. Заведующая Музеем народного творчества Дворца дружбы народов Губернаторский Маргарита Смирнова провела обзорную экскурсию для гостей выставки. Елена Черкасова родилась в 1959 году в московской интеллигентной семье. Ее отец был крупным ученым, мать – преподавателем иностранного языка. Во время учебы в старших классах Елена Черкасова поступила в вечернюю художественную школу, но не окончила ее. В юности отличалась бунтарским характером, не признавала официального советского искусства, так называемого соцреализма. Пережив серьезный духовный кризис, Елена Игоревна пришла к христианской вере, восприняв ее как спасительное чудо. Действительно, работы художника чистого сердца – это так. И в то же время там глубина знания, знания, которые соединяются с верой. И вот удивительное воздействие на зрителя. И одновременно детский взгляд, детский чистый взгляд. А профессионалы-художники, которые сегодня здесь на выставке присутствуют, говорят, что это еще и большой профессионализм. Мне кажется, что очень увлекательно смотреть на картины, не обращая внимания на аннотации. Прежде чем мы увидим, как называется, старинная картина, для того, чтобы пытаться угадать. А зачастую это угадывание превращается в увлекательную головоломку. Где-то это узнавание происходит сиюминутно, а где-то подчас приходится поломать голову и вникнуть в какие-то образы. Мне кажется, что подобного рода искусство будет полезно как людям вовсе незнакомым с христианством, так и тем, кто уже давным-давно его для себя открыл. Увидеть удивительную выставку Елены Черкасовой «Небесные граждане» можно вплоть до 1 февраля 2024 года. Завершающим мероприятием регионального этапа международных образовательных рождественских чтений стал концерт духовной музыки «Молитва о России», который состоялся 10 декабря в Центре «Патриот». Концертную программу исполнил смешанный хор Спаса Вознесенского кафедрального собора Симбирска под руководством регента Романа Хитёва. В исполнении хора прозвучали духовные произведения Александра Костальского, Бориса Литковского, Георгия Рютова и других композиторов. Помимо духовных песнопений, на концерте в исполнении хора Спаса Вознесенского собора прозвучали русские народные и казачьи песни. Регин смешанного хора Спаса Вознесенского кафедрального собора Роман Хитёв отметил, что подобные концерты позволяют оттачивать хору своё мастерство, а слушателям прикоснуться к прекрасному. Кроме того, концерт духовной музыки имеет ещё и миссионерский эффект. Я думаю, что к нам на наше выступление приходят не только прихожане храмов, мы ездим и по разным городам области, и по сёлам, и, конечно же, приходят и собираются наши концерты не только молящиеся церквей, тех благочинений, которые мы посещаем, но также и просто люди интересующиеся, люди, которым стало интересно узнать, что это за такое церковное пение, церковный хор. И они пришли, и, конечно же, услышали и богослужебные песнопения, и, может быть, кто-то впечатлился, может быть, захотел вновь вернуться, значит, либо на наш концерт, либо же, что гораздо более важно и значимо, впервые, может быть, для кого-то этот человек пересечёт просто порог храма и придёт в храм. Однозначно, это миссия. Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова и митрополит Симбирский Новоспадский Лонгин высоко оценили выступление хорового коллектива. Я благодарю, Владыка, вас за эту инициативу сегодня провести концерт в честь Дня памяти Андрея Блаженного Симбирского в одном из учреждений культуры. Это становится очень замечательной традицией, что мы здесь встречаемся с великолепным, высокопрофессиональным искусством в исполнении хора нашего замечательного кафедрального собора под управлением Романа Анатольевича. Сегодняшний концерт, мне кажется, показывает то, как быстрыми темпами растёт в профессиональном отношении, в художественном отношении наш молодой ещё коллектив. Концерт посетили представители духовенства и миряне Симбирской епархии, деятели культуры и искусства, жители города. Никто не остался равнодушным в этот вечер. Мне особо, конечно, не интересна первая часть, которая где-то была духовной музыкой, очень были такие классные произведения представлены наших русских композиторов, и так нас провели сквозь всё, весь цикл бодуслужения, начиная с вечерния до литургии, очень так это всё красиво было, и сама композиция концерта была построена, очень здорово. Хочется верить, что подобные концерты помогут людям увидеть и услышать красоту православия. Сергей Николаев, Юрий Канихин, Симбирская метрополия. День памяти святого блаженного Андрея Симбирского – это день небесного покровителя Симбирского Ульяновска. Жители города стараются посетить праздничные богослужения, чтобы помолиться заступнику земли Симбирской, попросить его помощи и поддержки. В моей жизни Андреюшка Блаженный сыграл немалую роль. В 2018 году мы сняли про этого святого фильм. Совершенно спонтанно, совершенно случайно, и совершенно, так скажем, не имея ни опыта, ни средств, ни ресурсов. Но всё у нас получилось, и с этого момента наша, так скажем, кинокарьера пошла в гору. Это можно, наверное, сравнить с тем, как Андреюшка Блаженный при жизни помогал людям. То есть люди давали ему монетку, и он за них молился. И вот, наверное, так же мы свою копеечку какую-то Андреюшке дали, а он нам так помог и открыл какую-то новую сферу деятельности, которая приносит много радостей и, может быть, даже пользы. 9 декабря, в канун празднования Дня памяти Блаженного Андрея, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин и епископ Меликесский Чертоклинский Деодор совершили всеночное бдение в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. На этом богослужении читался Акафист Святому Блаженному Андрею. Андрей Ильич Огородников, так звали святого в миру, родился в 1763 году. Уже в 7-летнем возрасте будущий праведник взял на себя нелегкий подвиг юродства Христа ради. Всю жизнь он жил одной милостыней. В любую погоду носил длинные рубахи и ходил босиком. Постоянно пребывал в посте и молитве. Блаженный Андрей прославился таким редким для Православной Церкви подвигом, как подвиг юродства. То есть человек показывал себя неразумным, будучи человеком очень разумным. Этот подвиг подразумевает такую квинтэссенцию христианского смирения. То есть человек совершал добрые дела, молился ради Господа Бога, но при этом он пытался делать так, чтобы люди его не почитали. То есть он отвергал почитание людей. Всякое тщеславие, всякую гордость попалял его вот этот подвиг. Очень сложный. Господь даровал блаженному Андрею особые благодатные дарования, в числе которых дар прозорливости. По его молитвам неоднократно исцелялись больные и страждущие. За время жизни святого в Симбирске не случилось крупных пожаров, хотя дома в ту пору были деревянными. В постоянном подвиге и всевозможных лишениях Андрей Ильич прожил 78 лет. 28 ноября, 10 декабря по новому стилю, святой приставился ко Господу. Он был похоронен у храма Покровского монастыря Симбирска. В советское время Покровское кладбище было уничтожено, а могила старца засыпана. Лишь 5 сентября 1990 года в результате поисковых работ, организованных Симбирским епархиальным управлением, был обнаружен склеп Андрея Блаженного. Сегодня на этом месте находится часовня-памятник. А мощи святого были перенесены сначала во Всесвятский храм, затем в Спасовознесенский кафедральный собор, где они находятся и поныне. Почитание не угасает, держится, люди приходят. Конечно, такие знаковые события, как День представления, то есть День смерти Блаженного Андрея. Он собирает намного больше людей, чем в обычные дни. Но и вот на буднях у нас регулярно служится Акафист, Молебен Святому Блаженному Андрею. И люди приходят, да. 10 декабря, в День памяти Блаженного Андрея Симбирского, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин, епископ Барышский Индинский Филарет и епископ Меликетский Чердоклинский Диодор совершили божественную литургию в Спасовознесенском кафедральном соборе Ульяновска. По окончании литургии был совершен молебен Святому Андрею Симбирскому. Митрополит Лонгин приветствовал архипастерей и поздравил всех собравшихся с Днем памяти Небесного Покровителя Симбирска. Владыка напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня прославления Блаженного Андрея в лике святых и рассказал об особенностях его подвига. Подвиг юродства с древности был известен, можно сказать, присущ в христианской церкви, поскольку это самая высшая форма самоотречения и самоотвержения. Для того, чтобы идти вслед за Христом, нужно отвергнуться самого себя по слову Спасителя. И степени этого самоотвержения могут быть самыми различными. Начиная от очень небольшого самоотвержения, заставить себя по воскресеньям ходить в церковь, потом творить добрые дела, потом помогать людям, требующим этой помощи. Ну а самая, наверное, крайняя, высшая степень самоотвержения – это юродство во Христе. Епископ Филарет и епископ Деодор также поздравили верующих с Днем памяти Небесного покровителя Симбирска и пожелали его молитвенного заступничества. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия